всем привет дорогие друзья приветствую вас у себя на канале очень рада всех видеть пожалуйста не обращайте внимание на звук это у меня работает посудомоечная машина выделила несколько минут чтобы снять видео для вас а с малышом сидит руслан как раз комнате я закрылась на кухне и снимаю для вас влог кстати говоря очень много вопросов было тоже что с операцией у мужа как вы знаете 3 августа в ночь 3 на 4 он упал и сильно сломал руку у него был открытый перелом осколочный с отрыва локтевого отростка также перелом пальцев и был кстати вывих еще плеча не правого а левого и он тоже дает о себе знать этот вывих постоянно выскакивает но это уже все мелочи по сравнению с локтем да вот и операция планировалась вообще на октябрь то есть сказали через два месяца будут снимать спицы повторная операция но в итоге конце октября по моему в начале дня он пошел несколько раз ходил на рентген и там обнаружилось то что еще плохо срослось в одном месте также мы делали рентген какой-то специальный рентген в движении или что-то в этом роде чтобы посмотреть то съездили другому специалисту платному и общем итог такой что спицы снимать рано и следующий прием ожидает его феврале и если все нормально уже февраль это будет 6 месяцев с операцией как раз пройдет время 12 августа мы делали операцию либо 10 либо 12 и на февраль как бы планируется повторной операции и снятие уже вот этих спиц этой конструкции которые у него в локте вот каждый раз думаю расскажу вам и каждый раз забываю сказать вот поэтому пока живет так со спицами они прощупываются у него вот тут вот на локте когда щупишь естественно болит особенно на смену погоды как-то иногда просто болит до тошноты но что делать в общем конечно движение стало лучше именно амплитуды движений все но естественно там какие-то такие может простые вещи которые элементарно там потянуться на турнике или отжаться грубо говоря ему пока недоступны или какое-то сильное ношение тяжестей в этой руке в общем ждет когда снимут спицы и возможно потом будет конечно ситуация с локтем получше муж еще поможет мне сегодня съемки потому что я одна не справлюсь хочу вам кое-что показать у меня пришел заказ интернет-магазина на пик лап эта фирма она занимается производством экологичные натуральные продукции для малышей и мам фирма российская и продукция когда там представлены это подгузники это трусики это одежда для малышей это бытовая химия средства ухода косметика в общем все можно заказать в одном месте очень удобно на чисто что мне пришло мне пришли такие ложечки от них у меня уже есть одна ложка это ложки для прикорма я заказал еще две потому что мы перемещаемся от мамы ко мне вот и соответственно нам нужны будут понадобиться ложки то есть одну я дам ей и две оставлю здесь одна у меня еще уже заказано было очень удобные очень приятные вот тут розовая получается и бирюзовая натуральный материал не содержит бисфенол в общем мне нравится заказала бутылочки дело в том что бутылочки которые я использую они практически все на 125 миллилитров то есть маленькие такие бутылочки я вам покажу тоже дальше по видео сейчас он есть 120 соответственно он будет старше будет есть там 140 150 160 и так далее и я заказала нигде вот такие бутылочки кстати очень не знаю мне нравится упаковка японский силиконовый материал тут написано сама соска не содержит также бисфенол а материал из южной кореи вот и антиколиковая не одна бутылочка это 160 с медленным потопом и вторая бутылочка это 260 я хочу не стерилизовала очень приятные здесь значит получается такая штучка для прочистки бутылочки широкий колпачок антиколиковая соска может они может справиться с малышом ну что делать вот тут многих фирм конечно не делают антиколиковая но тут вот оригинально то что по всему диаметру или как сказать да вот такие как бы штучки расположены и сама сосочка такая мягкая очень приятная ночью я очень хочу люблю бирюзовый цвет вот и сейчас покажу вам большую бутылочку это нужно когда сможет сам держать это на 260 а была на 160 тут уже не медленный поток а быстрый поток то есть с такой ручечкой тоже бирюзовая мультирный цвет вот и соответственно тоже такая иголочка для прочистки соски соска такая же но сама дырочка побольше тоже антиколиковая 260 то есть это уже прям на вырос на вырост в общем мне нравится как это все выглядит все из экологично из экологичных материалов из прочных безопасных материалов проходит тщательный контроль так что я хотела вам еще показать мы сейчас пользуемся подгузниками но уже переходим на трусики объясню почему также я вот с дочкой поступила когда ребенок маленький ему легко надеть подгузник ну вот лично моим детям когда ребенок растет он когда вы переодеваешь он начинает ну он становится сильнее да он сучит ногами там я не знаю и проблему застегнуть вот эти липучки у меня существует вот поэтому я понимаю что турчики конечно дороже но я сейчас допользуюсь подгузниками которые у меня есть еще две пачки и уже перехожу на трусики уже начинаю водить вот кошечка просится я заказала у них три вида трусиков это ночные сейчас я вам покажу разницу премиум и комфорт вот значит комфорт это серия ну вот такая стандартная простая тут значит двойные штанишки такие идут очень широкая резинка мягкая я заказала размер это 6 11 килограмм принципе сейчас я уже на него надеваю чуть-чуть они великоваты чуть-чуть потому что мы весим 5 с небольшим соответственно до 11 килограмм нос до 11 навряд ли конечно они я уже когда буду ближе к 11 переходите на следующий размер премиум имеет анатомическую форму и вот эти штанишки видите вот вторые да они побольше тут защита от протекания также японский абсорбирующий материал внутри очень все приятно все прекрасно и последние трусики которые хочу показать это ночные мы на самом деле их уже испробовали сегодня ночью и всю ночь проспали спокойно их не меняя дело в том что он у меня кушает два-три раза за ночь то есть каждые три три с половиной часа он кушает и перед каждым кормлением я меняю ему подгузник вот сегодня провела эксперимент а делаете ночные трусики производитель заявил 500 миллилитров лаги они держат и на самом деле они справились со своей задачей на 5 я бы сказала то есть ребенок был сухой спокойно и главное что мы не тратили время когда меняешь подгузник то соответственно малыш будится сама больше просыпаешься и получается что вот такой прерывистый нарушенный сон конечно никому не будет на пользу я сейчас перевернула камеру что вам показать изнутри эти трусики вот это дополнительная манжета это как бы вторая резинка получается видите вот это я взяла ночные вот одна резиночка и получается вот вторая где штанишки идут таким образом защита она усиливается протекание и вот премиум линейка они анатомически видите идет полосочка вот такая да то есть не прямое сама вот эта поверхность а идет с этой стороны полоска и вот с этой стороны полоска да то есть вот она принимает форму как бы что максимально удобно ребенку я вам показывал как бы изнутри когда вы одеваете получается вот подгузник принимает форму вот такую да то есть обтягивает промежность тут получается ножки тут двойная резинка и это еще создает дополнительную защиту от протекания плюс максимально комфортно потому что на покупке именно было написано что премиум серии это максимум комфорта дорогие друзья ссылочку на их сайт я оставлю в описании к этому ролику также там будет промо код эко котя воспользовавшись которым вы сможете получить дополнительную скидку 1000 рублей при первом заказе на сумма 3000 рублей промо код будет действовать до конца января поэтому кому это интересно пожалуйста проходите смотрите возможно вы подберете что-то для себя и для своего малыша хочу вам показать коляску на которой мы будем ездить снежные заносы кстати говоря сейчас более менее город убрали и мы проезжаем пока вот на этом варианте это польская марка джерри как я уже говорила нам отдали тут большие крутые колеса муж уже их накачал потом вот такие амортизаторы но единственная проблема что во первых она не поворотливая основная проблема то что это не форме люльки получается коляска а форме прогулки вот и на чехле которые на ножке вот здесь здесь отсутствует кнопочка вернее она есть но она слетела ее надо зажать и я сегодня прошла несколько мастерских как я уже сказала по ремонту одежды обуви я не знаю чего и они смотрели и никто не мог не сделать так сказать говорили что у них таких кнопок нет поэтому поеду именно в ремонт сумок ремонт кошка вантере есть у нас такой другом районе и буду пытаться там как-то вот поэтому будем ездить вот на вот это она кстати тяжелая ручка имеет несколько положений сумка тут есть внизу нет корзина кстати говоря вот но есть вот такая вот сумка поэтому будем передвигаться на ней потом вам расскажу когда уже сделала естественно кнопку мы выйдем на улицу как вообще ее проходимость но я думаю что сугробы она преодолевать сугробы она преодолеет гораздо лучше чем вот этот вариант вот вчера у нас был прям занос за нос сегодня уже вышло и просто не могу ничего сказать то есть каждом дворе дворник каждом дворе какая-то маленькая техника какие-то снегоуборочные маленькие машины и на дорогах конечно большие снегоуборочные ездят просто не знаешь только отскакиваешь по тротуарам по дорогам убирают убирают конечно просто город у нас убирают отлично спасибо губернатору не знаю кто этим заведует вот кстати говоря вот здесь еще есть такая сумка сзади на липучке тоже можно что-то класть вот отдали бесплатно как говорится дариному коню зубы не смотрят пока будем как-то на ней приспосабливаться в общем гуляем на новой коляске положила я внутрь теплый конверт сложен его еще положила сумку и сумку уже ребенку вот не сделала эту кнопку в итоге так как у нас просто кошмар какой-то со снежными заносами ураган тут был очень сильный мы просто из дома не выходили хорошо что еще убирает как-то город более-менее вот сейчас пробка и я просто пришила взяла тупо с одной стороны этот чехол и с этой стороны все просто у меня уже сегодня таких нет куда-то ехать а на той уже не проедешь вот такие супруга да но в основном как набирают но вот местами местами видите вот такое вот поэтому можно проехать только на крутых больших колесах вот а так в принципе дорожки расчищены но все равно выпало то ли недельная норма осадков но смотрите сколько снега за два дня сантиметров 30 наверное с москвы пришло так понимаю на москве сейчас потепление у нас вот до сих пор холод так что все в порядке без гулянки мы были всего один день вчера это из-за урагана сильного 20 метров секунду у нас был ветер а сегодня уже вышли на коляске везде ходить и благополучно гуляем уже потеплее весер стих так что все в порядке я кстати хотела вам еще рассказать об одной вещи которая тоже необходима если дети находится на искусством скармливания или там на смешанном как у меня за день накапливается очень много грязной посуды да соответственно это два раза в день ее мою потому что бутылочка получается от смеси бутылочка от сцежного молока но сейчас у меня грудь он сосет но все равно вот и проблема конечно и помыть особенно если смесь жирная образует осадок вот как у меня на тройной эффект и очень сложно вымывать поэтому я приобрела на озоне вот такой наборчик для бутылочек получается щеточка силиконовая для сосок и вот такая палочка шумпал да прочищать отверстие в соску это у меня всегда стоит здесь под рукой и я раньше мыла соды прежде чем загрузить в серилизатор либо ферри на ферри у меня всегда сердце кровью вливалось потому что это ну такая агрессивная жидкость и конечно находкой для меня было гель для мытья детской посуды из сосок и бутылочек от непиклаб жалко что я поздно конечно о нем узнала но лучше поздно чем никогда здесь не содержится всяких вредных яичных веществ он кстати подходит еще для мытья фруктов и овощей вы можете мыть даже для себя фрукты и овощи совершенно без запаха нейтральный и безопасный конечно для ребенка то есть я мою свою посуду детскую кустышки соски бутылки и вот этим гелем и уже со спокойным сердцем все это загружается визатор знаю что никакая химия ребенку не страшно а также перепробовали несколько порошков там у разных производителей для стирки детского белья но вот лично мне не нравится когда вот такой вот сильная душка и сильный запах мало порошков вот и тоже приобрели в этом же заказе от непиклаб гель для стирки совершенно кстати говоря я уже не раз постирала но совершенно легкий легкий такой запах я не знаю свежего но не огурца даже как объяснить свежести такой слегка то есть практически нейтральный запах он без хлора без фосфатов без энергенов и любимый кондиционер использовать чтобы ну всегда да чтобы не было мягче там используем и для своего белья конечно для взрослого взрослый кондиционер и тут насчет запах тоже от непиклаб весенний букет он тоже легкий легкий такой аромат слегка ненавязчивый и также он без фосфатов красителей и подходит именно для детишек поэтому я очень довольна участвую стирком стираем на 30 градусов чтобы не испортить и много не накапливаем тут получается если мягкая вода у нас питере мягкая вода как вы знаете соответственно по табличке выбираем мягкую воду и ведь как какую структуру он имеет густой густой да и у меня получается тут где-то два килограмма даже меньше поэтому пол колпачка ну там сзади инструкции есть очень экономичный он и деле кондиционер явно на глаз надю вот так вот кстати вот у них очень хорошими нравится сами емкости они такие европейские технологии и на 30 градусов я обычно ставлю ну если какое-то сильное загрязнение конечно я стираю там 40 и 60 но в данном случае на 30 и программу быстрой стирки с дополнительного ополаскивания долгая стирка не смотри ты переключил значит 30 и на 1000 нажимаю шнеля быстро ополаскивания нас просто немецкая машинка вот поэтому все по-немецки и дополнительные ополаскивания всегда обязательно ставлю в общем запускаем вот и так как у нас однокомнатная квартира это очень важно сушится белье тут же какой-то там закрытый лоджии нет поэтому вот этот не навязчивый аромат не мешает ни нам не ребенку как бы не животным очень не люблю вот эти вот ядреные запахи я не знаю может кому-то не нравится особенно в которой порошки в капсулах и так далее вот мне лично это очень сильно напрягает вот если раньше мне это нравилось сейчас вот когда ребенок я считаю что это лишнее какие-то лишние запахи и лишние там духи тоже душится я стараюсь минимально как бы какие-то дезодоранты такие нейтральные использовать папа у нас любит духи да но я не считал что ребенку это конечно не полезно поэтому стараюсь как бы только когда куда-то иду без него на душица с ним так как мы начнем грудное скабливание все все такое нейтральные дезодоранты и так далее гели вот так что так